Я тоже очень переживаю, Феликс. Да, везу тебя на новый дом, в новую семью. Должна была ещё вчера отвезти, но вчера я дала тебе возможность в дороге отлиматься. Всё, ты поправился. Знаешь, как я ночью переживала? Ты знаешь, что я вчера плакала ночью за тебя, что отдавать не хочу. Знаю, но ты же был обещан в другой семье. Так же нельзя, там детки ждут тебя, любить будут, тоже будут заботиться. Я боюсь, что ты меня мамкой считаешь. Но ничего, у тебя будет ещё более любящий хозяева. Я на это надеюсь. Если будешь себя хорошо вести, то и хозяева будут к тебе хорошо. Или ты просто машину вспомнил, не нравится, да, пищишь. Ой, как я буду по нему скучать. Я надеюсь, Элин, ты будешь мне скидывать его в видео и фотки. Ладно, там видео и фотки прям хотелось бы чуть ли не каждый час. Просто знать, чем он занимается. Потому что здесь, как только захожу в квартиру, он как хвостик начинает за мной бегать. Причём, как-то вот на Юру он ноль внимания. А вот как я начинаю куда-то идти, он считает своим долгом идти за мной. Да, мой малыш, ну что, поехали. Я ему взяла лоток, когтиточку. Чуть-чуть наполнителя, сколько смогла, привезла. Ну, особо его неудобно транспортировать. Посмотрите, кстати, что случилось с моей частью пассажира. Да, вот там лоток стоял, короче. Ну, это я буду чувствовать ещё не один раз уборкой заниматься. Ну, ладно, это, скажи, не каждый день бывает, да? На, на мой пальчик, нюхай, нюхай, успокойся. Так, всё, поехали. Поехали, дружок. Так, ещё раз. Всем привет. С вами Светлана. В общем, я что-то отвыкла себя со стороны снимать. Немножко даже непривычно. Сейчас иду уже в сторону Жемчужины России, к пляжу. Хочу всё-таки проведать море. Монетку кидать не буду пока ещё. Всё равно ещё пока не уезжаю. Но перед отъездом, конечно, кину. Мало ли. Сейчас отдала я Феликса. В общем, там его настолько тепло и хорошо встретили. Мы дождались дочек со школы. В общем, приехали дочки. Одна в первом классе, другая 11 лет. В общем, они безумно, безумно были в восторге. Они же смотрели видео, когда ещё Феликс только родился, как он рос. Они Феликс закричали, кинулись к нему. Короче, всё отлично. Феликс, кстати, освоился. Это даже по мне не скучает, я уверена, на 100%. Потому что он сразу сходил в туалет. Причём сразу по двум делам. То есть он прям основательно там закрепился. Смотрите, какая лужа. Я думала, только у нас лужа. Сзади меня вообще море. Грязное море. И, в общем-то, да, он уже ёлочную игрушку там по всему полу катал. В общем, ему там весело будет, я уверена. Уже к концу дня он меня и не вспомнит, потому что там прям всё внимание к нему. А он очень любит внимание. Типичный котёнок. Так что я думаю, что тоже в добрых, хороших руках. Мне прям даже так спокойно стало. Я просто боялась, как он воспримет детей, да? Потому что всё время взрослые его окружали. А тут сразу двое девочек замечательных. И он прям, он в шоке. Он их не испугался, но он так это аж одумался. Он такой столько внимания. Ну, значит, он же любит внимание. А здесь такая сразу доза внимания. И он, конечно, растаял. Так что могу сказать то, что Феликсу однозначно будет там хорошо. Это я прям в этом уверена. Там как бы люди ответственные. Я спокойна. Ну и, конечно, я сказала, присылайте фото, видео. Они говорят, да, без проблем. Будет время с удовольствием. Людей-то знаю лично. Уже не первый год, поэтому, можно сказать, здесь я прям 100% спокойна. Потому что люди как бы знакомые. Не левые, не первый раз я там вижу. Да, действительно, уже не первый раз общаемся. Поэтому я желаю огромного счастья в эту семью. Большую с новым котенком. Чтобы он их радовал. Чтобы они его радовали. В общем, я думаю, это и так все будет очевидно. Ну, а мы давайте перенесемся на море. Кстати, в машине показывало сначала плюс два. Даже выходило солнышко. А потом резко солнце зашло. Ну, спряталось в дымке облаков. И, соответственно, даже похолодало моментально на один градус. Я извиняюсь за свой ненакрашенный вид. У меня ночью была небольшая истерика. Нет, это не связано с личной жизнью. Слава богу, тут все гораздо проще и понятнее. У меня был прям приступ панический. Я не знала, как его отдавать. Вот честно. Я понимала, что это надо делать. И как бы заранее знала, кому и как я отдаю. То есть, ну, у меня такая паника. Потому что он пришел, лег. И вот здесь уснул. И я лежу, и я чувствую его запах. И, блин, и все. У меня слезы ручьем. Думаю, как так? Я к тебе привязалась, привыкла. И я понимаю, чем я быстрее водам, тем будет проще и лучше даже мне самой. Но в итоге, что вы хотите. Это я сразу успокоилась, конечно, когда его обняла, поцеловала. Конечно, привела себя в руки. Но давление у меня вчера скакануло. При моей гипотонии, да, при моем нормальном давлении 110 на 70, вчера у меня было 135 на 94 пульс под сотку. То есть я прям вчера конкретно переволновалась. Поэтому вид у меня слегка такой опухший. Кстати, заметили, да, и субу выугливая сегодня. Хорошей хоть дождя нет. Поэтому можно спокойно даже в такой красоте. И, вы знаете, не холодно. Я боялась, что вот рука в три четверти, да, что будет не хватать там перчаток, еще чего-то. Но нет. Кстати, привет, море. Сейчас мы подойдем поближе. Все очень даже хорошо. Я такой пейзаж вижу впервые. Я вам сейчас просто покажу даже на секунду. Вот за три с половиной года, сколько я жила в Анапе, заснеженных гор, холмов я не видела никогда. То есть у нас же снег сразу тает, да? А здесь вы посмотрите. Даже попробую камерой не трясти. Вот вдалеке, если была бы ясная погода, вы бы это еще круче увидели. Все белое на горе, на холмах. Ой, у меня аж дух захватывает. О, лавочки. Там стоят лавочки. Прикольно. Значит, эта тема работает, да, по поводу лавочек. С этой стороны я что-то лавочек не вижу. Пляж жемчужина России. Думаю, многие его и так знают. Давайте все-таки уже к морю подойду, то у меня уже пальцы замерзают. Ну, собственно, привет, море. Теперь поближе. Смотрите, какой штиль. Вообще непривычно. А море как кристалл. Чистое такое. Даже нужно, наверное, поближе подойти. Показать вам глубину кристаллической вот этой чистоты, прозрачности. Невероятная. А я уверена, кстати, если бы было сейчас немножко более солнечно, да, не так, как вот сейчас в дымке, да, в облаках, а если была бы солнечная погода, то цвет моря был бы просто невероятный. Вот что-что, когда такая приятная погода в плане того, что сильного ветра нет. Ну, руки немножко у воды замерзают, честно скажу. При плюс один как бы, ну, замерзать начинают. Но здесь что Курск, что Анапа одинаково. Потому что, когда плюс один, руки замерзают везде абсолютно. Но за счет того, что сегодня нет ветра, и даже море, видите, не волнуется вообще ни капельки, прям такое умиротворение ощущаешь. И цвет, краска воды. Просто когда шторм, особо не заметишь, какого цвета море зимой. А когда нет шторма, это редкие моменты. В основном вне сезона постоянно штормит. Чего не скажешь о лете, летом бы прикольно было шторма смотреть, но летом оно, как правило, более спокойное. А тут, посмотрите, вода просто невероятная. Причем даже пасмурно. Ну, прохладно. Зима все-таки. Сейчас чуть меня не намочило. Чуть-чуть. Я, конечно, под эмоциями. Все-таки то, что я вчера полночи уснуть не могла, я не знала просто, как я его отдам, я его запах вдыхаю, я понимаю, что это мой ребенок. Вот сейчас будут хейтеры говорить, а, тебе надо родиться самой, стать матерью. Что-то в этом есть. Я вчера... Вот мне было больно осознавать, что неизвестно, как люди будут к нему относиться, будут ли они любить так же, как я. Хотя, в принципе, я знала, я знакомым отдавала Феликса. И, как бы, люди очень хорошие, порядочные. Как бы, давно их знаю. Но сам факт, думаю, я же так к нему привязалась. Я знаю, когда он ходит в туалет. Я знаю, как он кушает, как часто, как много что он кушает. Я знаю его повадки, характер. Вот он, Юра, не даст соврать. Я вот сколько вчера день провела при Юре с котенком, он просто от меня не отходил. Но сегодня, понимаете, он увидел, что он в надежных, хороших руках или бы почувствовал. Ну и, соответственно, сразу как-то адаптировался уже к новой семье. И за это ему просто большое спасибо. Иначе я бы просто не знала, как расстаться с ним. Но когда увидела, что он вроде не особо скучает по мне, то отпустила его, как говорится, с чистым сердцем. Уже не так было горько, обидно. Ну, не то, что обидно, я просто привязалась к нему, честно скажу. Меня предупреждали. Но как-то вот с Кушинкиными котятами такого не было. Я спокойно отдавала их. Ну, как-то я даже не помню, сколько им возраст какой был. Потому что я помню, что они были явно меньше, чем вот эти Масины детки. Я их отдавала чуть ли не в полтора месяца по незнанию. Не знаю, живы они или нет. Но вот у Соньки, кстати, я сейчас вам покажу себя. Расскажу, какие у нее проблемы. Вчера позвонила девочка, вот новая хозяйка. Мы с ней хорошо общаемся. Как бы у нас разница в возрасте вообще минимальная. То ли два, то ли три года. И она сказала, что Сонька весь день была вялая. Ну, мы все прекрасно, если кто смотрел видео, прекрасно знают, какой характер, да, какой бойкий характер бандитки был у Соньки. И когда, конечно, узнаешь, что она может быть вялой, то в это вообще не верится. Потому что она действительно не была никогда вялой особо. А тут она была вялой. И она говорит, конечно, она запаниковала сразу. И вот вечером она мне в 8 часов позвонила и сказала, я поеду в ветеринарку. Я говорю, хорошо, держи в курсе. Мне тоже как бы не безразличная судьба. Она все это понимает. Поэтому и фото, и видеоотчет каждый день как бы у меня. она очень понимающая оказалась. И я понимаю, что там тоже все в хороших, надежных руках. Я говорю, за этих котят спокойно, как даже больше, чем за себя, можно так сказать. Вот. И вчера они съездили. В общем, Сонька была под капельницей практически до 12 ночи. Представляете, они в 8 поехали. Ну, может быть, там, конечно, и очередь была. Или там другие более сложные случаи. Тут же все-таки она не мертвая. Да, уже там как бы можно было подождать. Сегодня утром она вновь поехала. Просто вчера диагноз никто не мог поставить, потому что надо УЗИ делать было какое-то. Вот. Еще надо анализ кала отправить. Ну, посмотреть на гельминты, мало ли. Но сегодня утром уже было все понятно. Они сделали УЗИ брюшной полости. И увидели у нашей Сонечки гастрит. Из-за этого она плохо ела. У нее просто болел все время живот. Ну, как бы, видите, за счет своего характера. Она, может быть, и не показывала. Так вот у нее гастрит. И будут сейчас еще 3-4 дня возить на капельницы. И будут обезболивать. Вот почему у нее гастрит, я даже не знаю, честно. Она, ну, когда у меня жила, да, она не особо много ела, но ее кормила Масяня. И она ела роял-канин, сухой корм для котят. То есть специальный, то есть не дешевый. То есть если Феликс и Мартин, они ели жидкие влажные корма, типа Феликса, Вискоса, то Сонька их не ела. Но я об этом и говорила на видео, то что она привередлива в еде. Вот. И, соответственно, в новой семье там тоже очень дорогие премиальные корма были. Я видела, что дорогая марка была, питание куплено этой девочкой. То есть она прям очень ответственно подошла. Я просто знаю, что это не вина Инны и не моя вина, потому что, по сути, да, я отдавала, говорила, да, вот что такая ситуация, что она мало ест, но как бы она говорит, ничего, откормим. Ну вот она была вялая. Она съездила с ней к врачу, к ветеринару, и вот выяснилось, что гастрит. А мне ещё было удивительно, почему Феликс и Мартин, ну, такие крупненькие, да, уже, а она такая, ну, мелкая. Но она вела себя, как вы помните, абсолютно адекватно, игривая была, бандиткой была, а то ещё и очень сложно было понять, что у неё может быть что-то не то со здоровьем, потому что она всегда была очень активная. Ну вот как-то так. Буду держать кулачки. Я надеюсь, что сейчас она поправится. Жалко, конечно, что в таком маленьком возрасте такой диагноз. Тут даже когда взрослым ставят диагноз гастрит, это мало чего приятного. А тут как бы котёнок только жить начинает. В общем, пришла моя пора прощаться. Как вы уже поняли, я уже ушла с моря. Жду комментарии. В общем, завтра будем что-нибудь уже интересное планировать. Просто сейчас забежала мельком. Думаю, что-то интересное поснимаем. Всем пока-пока.